Митрополит Одесский Измаильский Агафангел посетил храм Казанской иконы Божией Матери. История прихода начинается в середине XIX века, а в годы безбожия здесь был мебельный дом, нынешне вновь возносится молитва. Подробнее об истории прихода и об архиерейском богослужении расскажут наши коллеги. 441 год назад, после пожара в Казани, на глубине около метра был найден и явлен народу казанский образ Богоматери, один из самых почитаемых образов Девы Марии, который ныне народы чтят как чудотворный образ Богородицы. Она всех слышит, она всех видит, она все понимает, потому что ей сердце оружие прошло. Она отдалась миру Спасителя, который избавил нас и река его последствий. А его распинают на глазах Божией Матери, над ним издеваются, он падает под тяжестью креста. И она слагала в сердце своем все то, что видела, то, что совершала с Господом Иисусом Крестом, Сыном и Богом. Сама икона и ее списки участвовали во множествах исторических событиях. Начиная от освобождения Москвы от польско-литовской оккупации в 1630-х годах, переживали кражи, принимали почести от князей и императоров, и заканчивая тем, что в 2011 году список казанского образа на космическом корабле под названием Юрий Гагарин был отправлен на Международную космическую станцию. Поки, поки, миром Господу помолимся! Наступи, слава Сиху, милую, сохрани нас, Боже, Твою благодатью! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Благородицу, Преснадеву Марию, Со всеми святыми, помянувшие сами себе и друг друга, Теперь живот наш, Христу Богу предати! Одесский храм, в честь славно известного образа, тоже пережил немало на своем веку. Был построен и освящен 21 ноября 1846 года. В 30-х годах 20-го столетия был закрыт. Однако в период оккупации Одессы румынами двери храма вновь открылись для желающих принять участие в богослужении. В период возобновления гонений в 60-х годах храм претерпел переоборудование и стал служить как мебельный дом. И только спустя приблизительно 30 лет, по просьбам одесситов, храм вновь стал храмом. И в 1996 году владыка митрополита Гафангел совершил освящение этого Дома Божия. С тех пор православные горожане беспрепятственно могут и духовно, и телесно присутствовать тут за богослужением. Субтитры создавал DimaTorzok